Майнинг бум понемногу успокаивается. Доллар упал, цена на биткоин находится в неопределённом состоянии, эфир в ближайшие месяцы может уйти на поз. На рынке наконец-то стали появляться видеокарты по более-менее нормальным ценам. Как долго это продлится, неизвестно. Как бы то ни было, я решил не ждать и заглянул на Алиэкспресс, где приобрел себе за 38 тысяч RTX 3060 от китайского производителя Galaxy. Что это за неизвестная фирма? Всё просто. На самом деле, под данным логовотипом скрывается известная и зарекомендовавшая себя КФА-2. И действительно, внешне видеокарта собрана весьма добротно. Имеет не супермассивный радиатор, но на деле его более чем хватает. Карта, в отличие от своих старших собратьев, не такая уж и горячая и совершенно не нуждается в более крутом охлаждении. Три вентилятора легко удерживают температуру до 70 градусов, не разгоняясь выше 50%. Причем, если первые два рассеивают воздух по самой плате, то третий установлен уже за пределами платы и продувает радиатор насквозь. Длина конкретно данного образца в районе 300 мм, поэтому для небольших корпусов лучше взять вариант с двумя или одним вентилятором. С обратной стороны, производитель не поскупился и установил массивные пластины бэкплейта, что неплохо удерживает карту от провисания. В качестве дополнительного питания установлен один 8-пиновый коннектор, а всего карта потребляет не более 170 Вт. Из разъемов здесь стандартный 3-дисплей порт и один HDMI. Надпись Galaxy подсвечивается. На борту карты имеется 12 ГБ видеопамяти. Многие скажут, что много, но думаю лишним никогда не будет. Для Full HD такой объем, конечно, избыточен. Но RTX 3060 рассчитан на 2 и 4К, где потребление памяти значительно выше. Ну а если где-то видеокарта не сможет нормально тянуть, DLSS и FSR исправят ситуацию. Ну а теперь проверим, насколько RTX 3060 мощна и сравним ее с непосредственным конкурентом GTX 1080 Titanium в разрешении 1440p на максимальных настройках графики. Assassin's Creed Valhalla не грузит на полную видеокарту, но топ позапрошлого поколения все же имеет небольшое преимущество над героем ролика. Впрочем, это и не удивительно. GTX 1080 Titanium по производительности находится где-то между RTX 3060 и RTX 3060 Titanium. В Control используется уже 100% ресурсов обоих видеокарт, однако видеокарты все же больше заточены под современные технологии. Таким образом, между ГПУшками нет абсолютно никакой разницы. Полный паритет, полноценный 60fps на максимальных 2К. Достойный результат. Погуляв по улицам в Cyberpunk, видим аналогичный результат. Видеокарты демонстрируют полный паритет, выдавая 40fps. Удивительно, но Метро Исход демонстрирует весьма значительное преимущество GTX 1080 Titanium. График фреймтайма на этой карте также более стабилен. В чем, может быть, причина, я так и не выяснил. Red Dead Redemption 2 демонстрирует же большее преимущество RTX 3060. Но вот график фреймтайма снова показывает странности с ее стороны. Resident Evil Village и снова GTX 1080 Titanium вырывается вперед с большим отрывом. Несмотря на то, что игра захватилась в оконном режиме и видеокарта оказалась не загружена полностью. Watch Dogs Legion и преимущество топов из-за прошлого поколения практически незаметно. Карты идут буквально нос к носу. Ну и напоследок проверим, что покажет китайский вариант RTX 3060 в майнинге. Данный вариант LHR с заявленным ограничением хешрейта. Но недавно выпустили NB Miner, где обошли эту защиту, позволяя видеокартам выдавать полную производительность. По заявлению, при полноценном разгоне мы можем видеть в районе 50 МХ. Мне же без проблем удалось сходу взять 47, добавив плюс 1000 по памяти и ограничив Power Limit на 70%. Что дает энергопотребление карты в 118 Вт. Думаю, результат весьма достойный.